Так выглядели холмы хребта Кармель в Израиле в 2010 году после разрушительного пожара. Огонь пылал пять дней и уничтожил пять миллионов деревьев, которые росли на территории в 2400 гектаров. Для страны, где лишь 7% территории покрыто лесами, это стало настоящим бедствием. Впрочем, это также позволило Израилю пересмотреть свои правила восстановления лесов. Изначально глава еврейского национального фонда обещал приложить все усилия, чтобы вернуть лес как можно скорее. В этом году мы уверены, что сможем посадить полтора миллиона деревьев. Однако позже фонд решил изменить политику и позволить природе восстанавливаться самостоятельно. За девять лет, которые прошли после пожара, произошёл природный процесс восстановления. Мы, как работники лесного хозяйства, стараемся поддерживать этот процесс вместо того, чтобы высаживать новые деревья. Более 60 лет назад на этих территориях высадили миллионы хвойных деревьев. После пожара почти ни одного дерева не осталось. При этом в лесном хозяйстве полностью от высадки деревьев не отказались, но решили отдавать предпочтение миндальному ореху, а также фиговым, рожковым и оливковым деревьям. Сегодня после пожаров мы уже не так активно высаживаем сосны. Суть нашего участия изменилась. Однако цель остаётся прежней – создать здоровый и жизнеспособный лес. В лесном хозяйстве говорят, что изменение климата тоже вносит свои коррективы. Теперь деревья высаживают подальше друг от друга, чтобы им хватало воды и питательных веществ.